Тем, кто любит разнообразие во всем, в том числе и в выращивании необычных плодовых растений на своем участке, особенно таких, которые помимо вкусных и полезных плодов, имеют высокие декоративные качества, советую посадить аронию черноплодную, или как ее еще называют, черноплодную рябину, или просто черноплодку. В моем саду, этот пока еще редкий на наших дачах, плодовый кустарник, удивляет своими нежно-розовыми цветами весной и черными терпкими ягодами осенью. Однажды посадив аронию, я ни разу не пожалею, особенно зимой, поедая вкуснейший джем из этой ягоды. Латинское название черноплодной рябины, арония меланокарпа, происходит от греческих слов «ария», «рябина», «мелана», «черная» и «карпа», «плод». Несмотря на присутствие в названии слова «рябина», черноплодка не является родственницей рябины обыкновенной, хотя и входит с ней в одно семейство разоцветных, или розовых, роусосей. Арония черноплодная, родом из Северной Америки, где растет по берегам рек и озер. Представляя собой ветвистый листопадный кустарник, высотой до трех метров, с простыми очередными овальными листьями, которые осенью окрашиваются в оранжево-пурпурный тон. Крона молодого кустарника компактная, но с возрастом разрастается и становится раскидистой, достигая ширины 2 метра. Мелкие обоеполые цветочки, аронии, собраны в соцветия диаметром 5-6 см, которые цветут с середины мая до первой декады июня. Плоды шаровидные, или чуть сплюснутые, черные, блестящие с сизым налетом, диаметром 0,6-0,8 см. Вкус их кисло-сладкий, с выраженной терпкостью. Хотя плоды аронии в быту называют обычно ягодами, но с ботанической точки зрения, это яблоко. Созревают плоды в конце августа, сентябре. Арония черноплодная, настоящий кладезь биологически активных веществ и антиоксидантов, замедляющих старение организма. К таким соединениям относятся флавоноиды, катехины, антоцианы. В плодах аронии много витаминов и микроэлементов, йод, фтор, железо, цинк, бор и другие. Ежедневное употребление плодов способствует снижению артериального давления у гипертоников, укрепляет стенки кровеносных сосудов, повышает иммунитет, способствует нормализации уровня холестерина. Служит профилактикой атеросклероза, нейтрализует свободные радикалы и выводит радионуклиды, рекомендуется при сахарном диабете, для снижения уровня сахара и другие. Однако есть и противопоказания, особенно для людей, страдающих язвенной болезнью желудка и гипотонией. В наши края арония черноплодная была завезена в XIX веке и первое время применялась лишь в декоративных целях для озеленения садов и парков. Широкое распространение это растение получило благодаря мичурину, который первым привлек к ней внимание и назвал ценной плодовой культурой. В результате сложной гибридизации был получен новый вид аронии, который был назван арония мичурина, арония мицчеринии, в честь селекционера. Этот вид также называют черноплодной рябиной. Его плоды имеют более высокую сахаристость по сравнению с исходным видом. Селекционные работы по улучшению свойств аронии велись и в других странах, после чего были получены новые гибридные формы и сорта. Плоды которых крупных размеров, до 1 см 5 мм диаметром, с улучшенными вкусовыми качествами. В целом сорта мало отличаются, но имеют некоторые особенности в формировании структуры кроны, размерах плодов и незначительные вкусовые нюансы. Рекомендуемые сорта для средней полосы. Викинг, финский сорт, образует пурпурно-черные плоды диаметром 0,8-0,9 мм и плоскокруглую крону. Нера, сорт смешанного происхождения, куст высотой до 2 метров, имеет вазообразную компактную крону. Цветки белые с красными тычинками. Осенняя листва желтая. Может произрастать в полутене. Черноокая, сорт смешанного происхождения. Для плодов этого сорта, характерна сниженная терпкость плодов, крона куста округлая, диаметром около 1 метра. Выращивание аронии, не представляет никакой сложности. Она неприхотлива, очень зимостойка. Выдерживает понижение температуры, до минус 36С, и достаточно устойчива к вредителям и болезням. Выбор места. Для посадки, нужно выбрать хорошо освещенное солнцем место и нейтральную почву. Арония растет на любых, кроме засоленных, почвах и даже переносит близкое залегание грунтовых вод. Посадку рекомендуется производить, в пасмурную погоду и желательно осенью. Выкопать ямки 60 на 60 на 50 см, на расстоянии не менее 2 метров. Подготовить смесь дерновой земли, перегноя и компоста, в соотношении 1, 1, 1. Корни саженца расправить, засыпать посадочной смесью, обильно полить водой. Саженец необходимо обрезать на высоту, около 20 см, от уровня земли, оставив 4-5 почек. При посадке корневую шейку, нужно заглубить, на 1,5. 2-3 после посадки, под каждый саженец, необходимо внести, 50 грамм, аммиачной селитры. Приствольные круги, хорошо замульчировать скошенной травой, или щепой. В дальнейшем следить, чтобы почва вокруг саженца, была умеренно влажной. Уход сводится к периодическим подкормкам, поливу и прореживанию. Начиная с пятого года, вносить комплексные минеральные и органические удобрения, компост, перегной, 1,5, 2 ведра, под один куст. Еще одним важным условием для получения хорошего урожая сочных ягод, является постоянно влажная почва. Через 7-8 лет после посадки, кустарник сильно загущается, дает много побегов, поэтому рекомендуется их прореживание. В первую очередь удаляют старые ветви, а молодые и сильные оставляют. Можно проводить формирующую обрезку, для придания кусту необходимой формы. А старые растения можно омолаживать, обрезая все ветви на уровне земли. На следующий год отрастут новые молодые ветви, которые через два года начнут плодоносить. Вырастив всего один кустик аронии, ее можно легко размножать самостоятельно, семенами, укоренением черенков, укорененными побегами, корневыми отпрысками, а также делением куста. Арония, скороплодная культура и первый урожай созревает уже на 2-3 год после посадки, примерно в конце августа-сентябре, но сбор урожая рекомендуют производить после первых заморозков. На пятом году жизни урожайность достигает 10 килограммов. С одного куста. Ягоды хорошо сохраняются на кустах, вплоть до морозов. Для длительного хранения урожай снимают вместе с соплодиями, срезая их ножницами. В таком виде плоды могут храниться в прохладном месте до двух месяцев. Плоды можно сушить, замораживать, готовить из них варенье, компоты, соки, а также делать домашнее вино. Ценность сушеной рябины в том, что в ней сохраняются все полезные свойства до двух лет. Используют их для компотов, лечебных настоек и заваривания чая. То же касается и замороженных ягод. Приведу пару своих любимых рецептов заготовок. Рецепт номер один. Свежая рябина, протертая с сахаром. Измельчить ягоды в блендере, тщательно перемешать с сахаром в соотношении 1-1. Разложить по стерильным банкам. Хранить в прохладном месте. Получатся замечательные витамины на зиму, все полезные свойства плодов сохранятся. Рецепт номер два. Джем. Один килограмм аронии черноплодной окатить кипяченой водой, протереть через сито. В полученную массу добавить 1,5 килограмма сахара и варить до готовности. Горячий джем разлить в банке. В ландшафтном дизайне арония черноплодная используется для создания живых изгородей, в миксбордерах, а также в качестве солитера. Выращивать ее можно не только в виде кустарника, но и как деревца на штамбе. В качестве подвоя используют рябину обыкновенную. Думаю, после знакомства с аронией черноплодной, вскоре она станет гордостью вашего участка. Помогите нам узнать что-то новое и полезное для сада и огорода. Делитесь в комментариях и задавайте вопросы. Оцените видео, если оно вам понравилось. Поддерживайте канал подпиской и лайками. Это очень важно для нас. На сегодня это все. До скорых встреч. Пока.